Здравствуйте! Я Наталья Некрасова с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Завершаем оформление бактуса веретено. Сегодня у нас отделка по краю. Бактус. Отделка. Для отделки я использую голубой цвет. Соединять полотно, основу и край я буду через кантик. Кантик любого яркого цвета. У меня желтый присутствует, я беру желтый. Можно брать абсолютно любой красный. Красный будет мрачноватый, белый не очень хорошо пойдет, коричневый совсем мрачно. Из присутствующих цветов самый подходящий голубой. Ну и желтый тоже самое. То есть можно было бы сделать желтый кант, но у меня для оформления специально мы заказали именно голубой. Входящий в состав меланже. Та же слонимская пряжа, те же три сложения. Поэтому использую вот такой вариант. Так вот это будет выглядеть. И определяетесь, как вы будете оформлять кантики. У меня двухфантурная вязальная машина, две игольницы, поэтому я буду оформлять полным ластиком. Резинка одинаковая с двух сторон. В работе каждая игла. Я сделала образцы, видите, на 8 и на 9 плотности. Выбираю, какая мне больше нравится. Видимо, 8-ю так и оставлю. Первая, не такая она, она все-таки поплотнее. И сейчас мы с вами будем считать, сколько нам нужно петель для полной окантовки изделия. 30 петель образец. Плотность 8. 8-8. 30 петель. 10 рядов. Но 10 рядов, в общем-то, меня устраивает, поэтому оставляю. 30 петель, это сколько сантиметров? Ну, учитывая, что она еще немножко тянется. Такая вот, 17 сантиметров. Сейчас смотрим, сколько мне нужно для того, чтобы полностью... Бравей больше не нужен. Оформить полотно. Могу сложить пополам, чтобы не растягивать. И измерить половинку. Множить на 2. Кантик. 47. Значит, у меня получается... Ой, ладно. Рисуем схему. Есть бактус. Ну, схематично, как он выглядит. Вот так вот. 47 сантиметров. То есть, всего 94 сантиметра. Плотное вязание. 6 сантиметров до метра не хватило. Ладно. И добавляем кантики по краям завязки. 25 сантиметров. То есть, мне нужно оформить отделку и плюс кантики. И выполнять это буду единым полотном. Смотрим. 94 плюс 50. Там с двух сторон. 144 сантиметра. Понятно, что за один раз я это не сделаю. Но для того, чтобы понять, сколько машин мне нужно для оформления, считаем. 30 делим на 17. Узнаем петельную пробу. И умножаем на 100. Ой. 30 делим на 17. И умножаем на 144. 254 петли. Это всего от кончика до кончика. 254 делим на 2. Получается 127. Берем 130. 130 петель. Это половина бактуса. Меня устраивает. То есть, 4 раза я должна буду выполнить отделку. Раз, два, три, четыре. С двух сторон. 130 петель. Из них. 530 делим на 17. Умножить на 47. Из них 82 петли. 82 петли пойдет на бактус. И 130 минус 82. И 48 петель пойдет на завязку. 10 рядов меня устраивает. Итак, я сейчас провязываю резиночку, планочку. У меня полный ластик. На 130 петлях. На 130 петлях. Если у вас одна игольница, вяжите просто планку двойную. Можете вязать ложную резинку через иглу. Количество петель определили. 48 с одной стороны, 82 с другой стороны. И будем присоединять наше полотно через рулик. Выполнять обвязку будем двумя способами. Первый. Провязали планку либо резинку. Если планку, сформировали планку. Надели на расчетное количество игл бактус. Половинку. И смотрите, первая часть, эта длинненькая, мы ее просто закрываем. Вот той же пряжей, которую вязали. Доходим до начала вязания бактуса. До начала бактуса. И провязываем соединительный элемент. Поэтому сейчас закрываю синее полотно до начала бактуса. До точки соединения. И дальше оформляем кантик. Эта игла уже держит полотно бактус. Просто рыхло-рыхло, спокойно. Потому что мы потом будем соединять со второй частью резинку-планку. Поэтому сейчас просто рыхленько закрываете, чтобы только закрепить петлю. Закрыли. Сняли полотно с колков, чтобы оно не мешало. Петли завершающие можно просто надеть на крайнюю иглу. Вот они две. Два хвостика. Сейчас сюда добавляется третий хвостик. В принципе, вот этот третий хвостик я могу перенести на другую сторону. Там мы вот этой же пряжей соединим рулик. Поэтому перевожу коррекцию на сторону. Крываю иголки, чтобы у меня точно все провязалось. И провязываю не менее шести рядов. Раз, два, три, четыре, четыре, шесть. Обратите внимание, я надевала бактус изнанкой к себе. Вы можете лицом. Мне кажется, что с изнаночной стороны рулик будет смотреться интереснее. Поэтому сейчас закрываем рулик, то есть создаем обратный подгиб. И в этот же рулик мы убираем место соединения. Надеваем протяжки на иголки. Протяжки отлично видно. Вот они. Для начала я игла немножко вперед, чтобы полотно не слетело. И протяжки, которые у нас получились при провязывании первого ряда. Просто надеваем иголки. Их отлично видно. Они хорошо выделяются. Если вы где-то пропустите какую-то протяжку, страшного ничего не будет. Надевайте все на иголки. Соединили. И точно так же, как мы закрывали отдельную синюю часть, закрываем желтую. Но не просто закрываем, а двойной косичкой. Одна петля соединяет полотна, одна воздушная. Одна соединяет, вторая воздушная. Закрываете до начала провязывания рулика. На синюю часть, естественно, мы не заходим. Вот там, где есть петли, там и закрываете. Вторая часть. Ровно такая же планка. Либо подгиб, либо резиночкой, что вы вяжете. Надеваете ровно на такое же количество игол и полотно. Но только, видите, оно в обратную сторону идет, потому что мы завершаем вторую часть. То, что мы с вами закрывали синие петли, надеваете их на соответствующие им иглы. Ну, просто декером. Пускай сверху все это остается. Мы сейчас все уберем. Нюанс только. Вот здесь, в месте, где у нас рулик, втыкается в синюю часть и заканчивается. Видите, на пару игл я не соединила, не надела. Постарайтесь этот рулик, вот так, что петля надевается, петля еще одна надевается, и сверху нужно надеть этот рулик, так, чтобы он полностью воткнулся в желтую полоску, которую мы сейчас будем вязать. То есть, чтобы он не отгибался как-то параллельно, вот сам по себе шел, а логично вошел в новую планочку. Все, синяя часть мне больше не нужна. И теперь на всех-всех-всех иглах я провязываю ровно такой же желтый рулик. То есть, если здесь, в первой части я вязала до начала синих игл, теперь я вяжу везде, на всех, на всех иглах формирую рулик из протяжек и закрываю полотно. У меня получается половина бактуса оформлена. Ставим плотность нужную, за крылья язычки, 6 рядов. Формируем подгиб из протяжек и надеваем. Самое главное, когда будем соединять рулик на месте соединения, вот тут, вот то, что можно тоже подцепить на иголке, чтобы рулик желтый, плавненько, первый плавненько, воткнулся во второй, без каких-то переходов. Но здесь и так все будет очень хорошо, потому что вот они, эти петли, и один рулик в другой идеально войдет. Формируйте ровно такой же рулик, закрывайте все петли рабочей нитью. Рабочая сейчас у меня желтая. Зашиваете обе стороны симметрично. Здесь вот начало, первый край, второй край. Потом берете с другой стороны, первый край, второй край. И получается посередине у нас два разреза. Нам всего лишь нужно встык тихонечко взять нить цвета отделки планки и вот так вот встык аккуратненько подшить иголкой два плотна. И, соответственно, когда будем сшивать, просто подвязать, вот здесь вот захватить краешки у планки. И она прекрасно соединится, не будет видно перехода. То, что у нас получилось с лицевой стороны, вот то, что у нас получается с изнанки. Можно носить с двух сторон. С двух сторон получается аккуратный. Очень симпатичный, необычный бактус веретеном. Зашиваете и все. Можно убирать хвостики. Хвостики прячем, если есть планка в планку. Аккуратненько, давайте я вам покажу. Как спрятать края. Во-первых, завязать узелок обязательно. Можно при помощи петли уловителя. Завязали. И краешек. Несколько петель захватили. Дальше хвостик вытянули. Излишки обрезали. Есть планочка. Обязательно свяжите хвостики, рабочие нити. И можно затянуть в планку. Подтянули. Отправили. Следов нет. Были хвосты. Чистый край. Так, убираете. Так, с другой стороны. То же самое. Убираете все хвостики. Зашиваете в стык краешки. Подпариваем немножко бактус. И можно дарить, носить. И получать удовольствие. Редактор субтитров. Редактор субтитров.